Ну что, проверяем качество работы. Хочешь, то крутим, то снимай. Посмотри вот. Значит, смотри. Подойди сюда, молодой может выкрутить, ты будешь главным оператором. Подойди сюда, покажу кое-чего. Смотри, в чем хитрость. Вот видишь, зазора нет, да? Нужно чуть-чуть отшкурить. Потому что у тебя уголок сетки, да, с клювек. Понятно, да? Чтобы меньше была уточка. Мы называем это уточкой. Это такой угол? Да, вот под уголок сетки чуть-чуть подшкурить. Понятно, да? Так у тебя сейчас ровно все. А то сейчас уголок, когда поставим... Карадашик, давай. Капельку прям, чуть-чуть совсем. Но лучше это сделать. Вот это саму лифунку можно подшкурить. Просто чуть-чуть. Капельку прям, чуть-чуть. Капельку прям, чуть-чуть. Так. Капельку прям, чуть-чуть. 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 потом берешь потом берешь краешь 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 себе отмечаем следы, чтобы знать до куда мазать дальше на гвоздик в сторону главное клей положить, чтобы сетка была втоплена и лишнее снять здесь работает прямо на сдержке не разводили и лишний тут же снимать и и и и и смотри смотрите это было понимание так еще сильнее потому что это будет бугор который тебе мешает поэтому делаешь именно на здесь после того как убрал еще раз провел тут прям на пределе чтоб у тебя ветер не издул буквально вот тоже самое верхнюю точно также сверху вот 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 Продолжение следует... 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 Лучше с середины У тебя окно короткое, удобно А вот когда длинное окно, бывает, что волну делают У меня бывает, что и окна из 6-ти метровые Да-да-да, высокие окна такие Они сейчас в моде такие Здесь нет необходимости снимать клей Просто втопи, вот закрой вот эту сетку Потому что, смотри, у тебя вот ступенечка Вот здесь, я покажу, чтобы туда не подходить Вот это вот Вот это все будет заполнено клеем Вот по вот эту, да, вот до этой Это все будет заполнено Поэтому ты сейчас просто втапливаешь Ничего на сдир делать не надо Просто закрой ее, вот внизу, видишь? Но лишний тоже, как бы, мешаться не должен Потому что сейчас будем, это По кругу пройдем, втопим элементы И будем уже после этого делать уголок Сейчас второй откос и вверх А с тут стороны, потом? Да, да и вверх Срезали трихомондию Ставишь А ну, теснял она И подрезаем здесь Нашли ножницы, нет? Да, ножницы Да, вот эти вот Но они неудобные, наверное, да? Все, наноси клей Вешай на гвоздик Только если хороший рынок Лучше вначале на откос Удобнее будет Реально удобнее на откос А потом будешь на это и оставлять соплю А здесь просто замаж Замазываю и все Время особо не тратить Так, чтобы это заполнить Да сейчас не нужно особо ножницы Мы этим справимся Мы справимся сейчас с такими Это не проблема А сюда наносишь Помнишь Соплю Уже на плоскости Лучше шпателем как раз Вот как ты вначале Начал наносить Вот так, ага Не, в другую сторону В другую Да, да И у тебя, видишь, она автоматом выдавливается На углу То есть самое оно как раз И не больше, и не меньше Понятно, да? Чтоб у тебя между уголком Вот из этой перфорации Обязательно выдавились червячки Вот это обязательно нужно Есть что-то надо? Да, да, соплю повесить Термин сопля Кстати, достаточно распространен в строительстве Все, и вдавливаю провила И шпателечком Под 45 Вдавливаю аккуратненько Чтоб главное его не перекосить Понимаешь, да? Да Нам периодически привозят разные посылки Один и тот же почтальон Каждый раз он мне звонит Ничего не помнит Но я понимаю, у него огромный объем Вдавливаю, вдавливаю Чтоб червячки полезли Провила Вдави провилом прям Обратной стороной А этой проверяешь, а вдавливаешь обратной Перекосит, он скаканет, скаканет Другой стороной провила Нет, нет, тупой Да, да, да Вот этой стороной вдавливаешь И с откоса То же самое вдави Потому что криво-криво Видно, что криво И сетку пока стараешься заранее Вот не втапливать Вначале выставляешь уголок Если что, чувствуешь Сетку прямо оттопырил И назад Низ, низ поставь, пожалуйста Мне кажется, низ ушел Низ самый кончик, видишь? Вот он Вот, вот Вначале сильно не дави, чтобы не сместить случайно То есть вначале все плоскости проходишься И после того, как убедился, что все хорошо После этого уже там снимаешь Под окончательно Вначале Сетку прямо оттопырил Сетку прямо оттопырил Совсем сильно на сдир Так уж очень не нужно Проверяю всегда острым Ставишь, чтобы им концом провело На внутренний откос поставь тоже Сетку прямо оттопырил Сетку прямо оттопырил Сетку прямо оттопырил Дальше второй откос лучше Ты хочешь сразу оттянуть откос? Полоски сетки? Ну смотри, можешь сразу накинуть Наноси тогда Полосу сетку Да сделай сразу Добавляй до этого Не отводи, закидывай прям по элементу Ты понял? Больше, 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 больше Да, еще больше Полосу сетки Сколько шириной? Шпателем прям отводи ее Ставь на вторую ступеньку Не, широким Широким шпателем Не на эту ступеньку На вторую На вторую Вот это? Да, вот на эту Вот Вот это-то все должен заполнить Вот Видишь, сколько не хватает? Так что добивай туда, к окну Рулетка, где у тебя? Или линейку дай маленькую А лучше рулетку принеси Высоту померь Высоту померь Тебе метр двадцать один Примерно нужно отрезать Метр двадцать один Метр двадцать и много Отматывай, отрезай Полосу сетки И дай рулетку Еще рулетку дай, пожалуйста Сколько глубина откоса? Двадцать, по-моему Померь Двадцать Двадцать, да? Двадцать, поэтому Девятнадцать Значит, нужно Если у тебя глубина откоса двадцать То тебе, соответственно, нужно Шириной где-то Порядка Шестнадцать Семнадцать Сантиметров Понятно, да? Шири не надо Шестнадцать Лучше Лучше Не к уголку Прижаться туда А до уголка Не должна доходить А то она бугордаст Понимаешь, да? Ты же ее на сдир наносишь Шестнадцать лучше Вон он аутс Он аутс Он аутс И по ячейкам прямо отрезаем лучше конечно не на земле да ты шпателем сверху вниз проходи прямо у тебя и будет нормально лишний как раз снимется по маячкам и все снимай-снимай а то будет сдирать сейчас ты общую полосу отрежь на всю длину у тебя еще окна такие есть отрезать полосу на всю длину по ячейке прям четко а потом у тебя окон таких много ну как раз ему одного куска и хватит и шестнадцать сантиметров уху уху К элементу прям прижимаешь туда, ага, вплотную. И низ видишь чуть-чуть. Для чего она нужна и как она работает? Дело в том, что клей рассчитан на слой 3-4 миллиметра, а дальше нужна дополнительная сетка. Если ты просто втопил, оно простоит какое-то время, а потом будет трескаться, даже вот когда тоненькие, казалось бы, откосы. Ты возьми, жиденький, клеим прям чуть-чуть и просто нанеси сверху. Будет самое удобное, да? От середины вверх и вниз. Удобнее будет. У тебя практически уже готов откос. Это вот одна из тех операций, когда ты получаешь эстетическое удовольствие от своей собственной работы. Потому что уже видишь, уже все, видна конфигурация фасада. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот как раз формируется на углу соплюшка клея который потом будет у нас выдавливать через перфорацию уголка сетки через дырочки в пластике сетки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У нас на элементе примыкания есть вторая полочка Шпатель будет ставиться на вторую полочку, именно уголок с сеткой И тем самым будет формироваться небольшой рассвет Кто рассвет, то раствор называют оконного проема Порядка 9 миллиметров По ширине элемента примыкания с сеткой Элемент примыкания с сеткой у нас 9 миллиметров Продолжение следует... Клей чуть хуже промешался, да? Да Откос у нас 200 миллиметров получился, а сетку мы ставим 160 миллиметров, чтобы она чуть-чуть даже не доходила до уголка с сеткой Чтобы у нас был как раз рассвет большой Продолжение следует... Не возбраняется как бы делать по отдельности эти этапы Но смотри, кому удобней Когда руки как бы хорошо растут из нужного места, проще сразу все сделать и все Чтобы к этому окну не возвращаться И вплотную к элементу примыкания Чуть-чуть подрезать Продолжение следует... Сетку распределили Тоненьким слоем ее закрыть Так, чтобы сетка была в верхней части базового слоя Чтобы не продавить ее туда внутрь Потому что сетка работает именно ближе к поверхности Вот как раз как по двум маякам шпатель скользит По второй ступеньке элементы примыкания И по уголку Задача, чтобы после финишной отделки оконного откоса Элементы примыкания в принципе не было видно Дальше кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка И максимум, что будет видно, это только пыльник резиновый И все больше ничего, никаких пластиков Если мы пластик оставляем на поверхности, то на него идет воздействие ультрафиолета солнца Пластик начинает желтеть, мутнеть, топорщится и потом отваливается от оконной рамы Поэтому если не хотим в себе проблем То закрываем, защищаем ее от солнечных лучей, от ультрафиолета Вон она вот Вон она вот Ну как это или нет? Ну как это или нет? Видишь, ты тоже вносишь Свою лепту В обучении людей Ты же сам посмотрел И ты уже знаешь заранее, что и как тебе делать Наоборот, другой стороной Длинной наружу Угу И как раз у тебя та сетка перекроет А это тоже надо загореть Да, да, трихомундию также срезаешь Уголок сеткой На верхний Откос Старайся вот эти все сетки срезать только Видишь, которые там лишние болтаются Подними с нему, помоги Если что, можешь вставать на оконный откос, это не проблема, он выдержит тебя Угу 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 Проверка на сухую Проверка на сухую Когда длинное окно Поэтому очень аккуратно его сейчас нужно будет вертикально поставить Чуть-чуть я бы подрезал Видишь, он прям в упор Чуть-чуть отрежь Ага Отрежь на ячейку на одну В упор это плохо Это температурное расширение Обязально Проверка вот нормально 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 степень свободы чтоб чуть-чуть было дать хочу тебя на все наносить по сути дела повесь его лучше на гвоздик вертикально а Вот уже, видишь, вырисовывается Красиво получается, ровно Да видишь, с ним еще что приятно Он посмотрел все Ему ничего подсказывать не нужно Заранее все знал А сейчас вносит свою лепту в обучение других А вот по температуре, какая температура допускается? Вот сейчас холода начинается, допустим, ночью там прохладно Это летний клей до нуля А зимний до минус 15 Сейчас пойдет Если что-то получилось и остался клей То есть противоморозная добавка Но не то, что на рынке У нас есть там это сертифицировано То есть прямо она добавляется, да? Да, да, там в зависимости от температуры Собственно морозный клей на ней все сделают Вот она и есть А вот для декоративного слоя? Декоративка нет А там какая минимальная температура? Ну сейчас предел Сейчас предел? Сейчас предел, да То есть сейчас это закончится через неделю три? Все зависит от того, как будет бабье лет Если что-то, может до весны лучше отложить И не расковать Понял Все смотреть по температуре Бывает так, что там 20-25 октября красим Осень на осень Это вот более ранее какая-то Допустим Но если сравнивать, могу сказать В 96 году, 2 сентября были заморозные Как раз работали тогда Ну если что, можно в таком виде прямо оставить Кварцевую грунтовку нанести и все Лучше всего А, которая идет перед ними? Да, которая перед декоративной штукатуркой И там фасад может 6-8 лет стоять Вполне нормально То есть это уже готовый фасад По сути дела, в котором можно жить И спокойно эксплуатировать У многих людей нет возможности просто финансов Они живут в таком доме Потом как появляются Поставили леса, покрасили и все То есть здесь не нужно заморачиваться А есть те, у кого там, допустим Я опубликовал недавно видео У Сергея там, в Дмитрове У него дом По-моему Вот мы пытались не вспомнить По-моему, 10-й или 8-й год У него гараж Сделан кварцевой грунтовкой Ну, хотелось ему так Ну, и он так живет Все остальное покрашено декоративкой Крайли Ну, то есть Ночью там ниже, чем плюс 5, наверное, да? Должна быть где-то температура Да летний он выдержит Не, я имею ввиду декоративность Не, декоративка выше Главное днем, чтобы она успела высохнуть Все зависит от влажности А не от температуры Она схватывается быстро Просто может так получиться Что ты ее нанесешь А влажность-то высокая И она нормально не схватится Потому что у нее написано Что относительная влажность Не выше 60% И тогда плюс 5% Но в теории У нас точно такого не будет У нас влажность выше И все в основном Получается И потом, если будет рассматриваться рекламация Почему декоративка посыпалась весной Поднимается просто на этот день Относительная влажность Там будет стоять 80% Вот и все А сам знаешь, что Температура, влажность, теплосъем Совсем другой Тогда лучше не рисковать Надо посмотреть Надо посмотреть все Мы смотрим вот так Какие-то фасады на весну переходят Когда риск Это то же самое касается визажа Визаж минеральный декоратив Она до нуля Там более низкой температуры визаж И под клинкер тоже нет С клинкером можно клеить клинкер До достаточно температур Там плюс 3 даже Плюс 5 Но нельзя заниматься затиркой швов У клинкерной плитки четко нужно понимать Что работа по затирке швов Выше плюс 9 градусов Иначе появляются высолы Это условия гидротации цемента Ну ты химик ты лучше для меня знаешь Сейчас я запишу себе Плюс 9 затирка швов То есть вот даже вот фасады Где клинкерная плитка Сейчас будет Мы многие будем оставлять на весну Именно затирку Спокойно простоит Никаких здесь проблем нет Не нужно бояться Клеи мощные Там церезитовские Мы в основном церезитовские Баумитовские используем Они очень мощные Не гибкие Зима они простоят Ничего не будет Понятно Если вдруг передали заморозки У тебя выполнен базовый армирующий слой Дело в том что есть теплоинерционность Росвора теплоинерционной стен Ты берешь спокойно к фасаду Любую пленку и грузики Будет выпадать значит это Снег и заморозки Они будут на этой пленке Вот и все А клей вообще не пострадает И часто еще делаем такую вещь Окошко открываем С этого фасада Когда пленка есть да? Пленка да Пленка прям вплотную даже на фасаде Не нужно на леса Ни на что то Просто к дому Она просто дольше будет сохнуть А ее как-то прикрепить надо? Гвоздиками А вот через этот слой Сквозь базу конечно От гвоздиков ничего не будет Ага Так здесь нужно уже по длине провела Он пошел да за ним? Потому что клея для СФТК по сути дела это клея в уровне СМ-16 Вот и все Но клей СМ-16 не является базовым армирующим слоем У него нет добавок для абгезии к пенополистиролу и стекловолокну То есть если им сделать базовый армирующий слой При надавливании он будет хрустеть То есть это Но эти являются клеточным клеем Просто у них есть единственное немножко там это Ну как бы сползает Не такая удобная работа У СМ-16 И по клинкеру гидрофобизатор какой-то сверху Какой-то 113 По всему да? Да По всему и по плоскости по швам Хороший гидрофоб Приятно когда формируется все И самое главное Что даже человек Кто производит работу Он тоже получает наслаждение эстетическое Потому что Первое Главное Все получается А второе получается красиво А четвертое Твоими руками 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 вопрос еще если дождь как тоже также пленкой закрыть гвоздиками пленками дождя здесь нет ну вот с той стороны где вес маленький но если ты понимаешь что начнется дождь берешь просто пленку и гвоздиками протыкаешь через штапик даже не касалось да нет нет пусть касается никаких проблем с базами будет она просто лучше будет сохнуть это не проблема где-то попадет на краешек не очень хорошо конечно главное чтоб не размыл а пленка для этого они и те же самые упаковки мы всегда от пенопласта держа тонкую пленку запастись на всякий случай вам упаковка пенопласта мы все оставляем прям кучками и и баннер а 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 на нижний откос фасадную сетку просто сюда запускаешь можно делать вот так и потом закрывать а можно просто фасадку запустить все каждый раз вот конкретных условий зависит можно так можно так а вот и герметик для подоконников сикафлекс сикафлекс полиуретоной там лучше с ними пообщаться они подскажут и герметика на него же по сути дела по краям то есть вот тут вот края приклеивается прямо герметик а середина на клепина отлива только на пену нельзя потому что пена по краям высыхает а середина жидкая и она изгибает его это вот клетки которые приносил да 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 как раз подойдет хорошо либо циризит ст 84 можно то можно то у других к сожалению это не клетки на и недоразумение какие-то камешек близко у тебя гвоздики а и а и 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 с нахлёстом 10-15 сантиметров делай чтоб удобно было чем больше нахлёст тем убери удобнее делать над и 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 мы и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...